ребятки так покидаем квартирку и выходим и все наблюдаем твою дивизию голубое небо солнце слепит ну как хорошо все так мы че ехали решили встречи встретиться у нее дома посмотрим кошки там у меня яблоко и смотрите нашу дерево потеряли пойдешь на выкупишь так ну че ребят едем туда я маруся жила свой до свои 21 года смотреть на кошек так ну вот она ребятки так и написано та самая шаурма на средном средной рынок но зачет сидел домики опять деревянный и прям реально 1 2 3 4 5 6 7 шоу 7 подождите чтобы я не соврал и там еще есть 8 9 7 8 9 10 10 шаурм шаурм шаурмений вот там шаурм овощных типа так называется не знаю прям каспийские моря тут обходить надо а юникредит банк влад делал стажировку влад смотри здесь тоже можно стажировку в нижнем сделать это шутка было так ну ладно идем так ночью ребятки мы забомбились в пазик и едем все жесть вот этот церковь мы же были там а так мы на канавинской выезжаем круто вон о стадион почти уже но основания ухты неплохо сейчас мы проедем сейчас как раз и снимем это все это у нас ака а вот там вот у нас волга вот с вон там вот на рождественской знаю собор невского да учатся и хочу стадион поснимать красотища так ребятки грязное стекло но все же нижегородская ярмарка вот 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 ленина памятник вот ты Мы вышли, потому что пробка, шутка, нет, он просто стоит на светофоре, мы вышли, чтобы пройтись пешком, прогуляться, чтобы сейчас дождь не долбанул, там в автобусе сидеть невозможно, жарища, печка на всю фигачит, 1 июня, печка на всю, не май месяц, да, короче, 10 минут по прямой и мы будем на мещерке, а вот сюда московский вокзал, куда мы приехали, собственно говоря, сегодня с Москвы, так что, а где зебра? Подожди, здесь она была когда-то? Маруся не помнит, но сам факт, что ее сейчас нет, вон там голубое небо, а вот тут вот серость, и главное, что серость сюда идет, а голубое небо уходит, это печаль, так, зеленый, стой, дядя, ага, сейчас, остановится, идем, боже мой, вот прям стой здесь и жди, когда машина будет ехать по этой полосе, он оттуда, и так, ага, ты весь мокрый, умылся сразу, что, лужа как воняет, пылью из-за этой лужи, офигеть, ну, короче, я сейчас жду машину, подожди, Маруся, подожду, пока вон тот проедет, так, ну, вот, ребятки, вот и наш первый кандидат, который по встречке, не, я все-таки взял кусочек, ах, жалко, блин, а, машины поперли, а этот че, на джете, сейчас посмотрим, давай, мужик, да, вы че делаете, никто в лужу лезть не хочет, все объезжают, ой, слабаки, такую лужу бы у нас в Германии, я бы все лужи собирал, все одной за одной, а хотя, ну, да, я-то уверен, что у нас под лужей асфальт ровный, а здесь понятия не имею, так заезжать, бам, без переднего моста выезжают, идем, прелесть какая, вот сейчас не тепло, не холодно, безветка у нас здесь, домами, деревьями загорожены, хотя вон тот дерево гнет вообще, идем, прогуливаемся. Последствия урагана, ребятки, смотрите, кусок дерева просто сломало нафиг, вон дум на машину, везде все валяется, притом, это тополиные сережки, вот они, смотрите, оттуда пух будет вылазить, вот он, клево как, я забыл, когда последний раз вот такую вот фигню видел, ну, в Нижнем, наверное, когда приезжал, а так, с самого Казахстана у нас такие тени растут, откуда пух летит, хотя пух у нас тоже есть тоже тополя, ну, вот, чтобы вот так вот сережки таких нет, о, ребятки, я вспомнил, что мы с ними делали по щекляне, когда насос берешь, втыкаешь сережку от тополя и вляжку кому-нибудь, вот это жесть, отвечаю, рогатка отдыхает, и при том, не какая-то проволока, а натур-продукт, как вляжку заегоришь этой фигней, вот это тема, так, идем, русский двор, смотрите, портляц помыл машину, подъехал, все, нормально, можно завтра опять ехать, мыть, облицовка тоже домов, вот так вот, много-много очень домов, они кирпичные, старые районы, что просто даже не забеливают, не заполировывают, ничего, куда мы, туда, налево, к собору, идем, вот так вот, сварщики работают, баллоны с кислородом, круто, или что это, пропан, как он там называется, один, я думаю, кислород, без кислорода гореть, идем к собору, вот, как он называется, а, это Павло, что, нет, церковная лавка, что-то там, мир Павловской книги, что это за собор? Старо-ярмарочный собор, что? Спаский старо-ярмарочный собор, я не понял второго слова, старо-ярмарочный, да я не выговорить это слово, старо-ярмарочный, там столько ре, то офигеть можно, так, вот еще, нет, а, вон ярмарка, да, правильно, о, тут бульвар такой, а вот церковь, идем, кузьмич нашел старинный этот москвич, ишь, клево, так, куда мы идем, Марусь, не утони, обе сетка, чувачки с телочками сидят, так, и обходим церквушечку, да, ты посмотри, как тут ездить можно, вот так, отвечал, как разогнался, и брызги в разные стороны, как я тогда в Исландии, помнишь, через реку Марусь? А? Я застрял не в реке, а в песках, и не там, я там, этот, нищий оторвал, а застрял я на побережье, на Атлантике, о, да, тут разгоняешься, здесь притормаживаешь, и вот отсюда, до полика, и как дать, чтобы аж на крышу вода затекала, тьё мою, первый счастливчик показывает мне, как это все объезжается, вот эта вот лужа, вот так вот потихонечку, потихонечку, и пошел, а не, нормально асфальт, что ты? А, он боялся меня брызгать, молодец, кстати, да все, здесь ровный асфальт, я бы знал, я бы тут реально полтишочек дал, чтобы не нарушать, я отвечаю, если бы я дал тут брызги бы вот на эту крышу зашли, Марусь, пошли пока нас реально, вот сейчас что-то я перехотел, чтобы меня обливали, а что-то он быстро едет, а Маруся идет, балансирует, клево, о, все, ребятки, я сориентировался, я думаю где куда мы ходим вон седьмое небо и метро да нам идти прямо там марусина подруга живет а вот нам идти прямо и туда вот наискосок и там вот вот прямо будет короче вот здесь вот мещарское озеро так что идем маша тут лейпланка где перепрыгивать ты куда-то на местный автобан выйдет вон светофор это посреди автобана что-то а я не видел ни разу вот этот христос воскресе церковь и почему вот кстати марок христос воскресе веднул христос воскрес или я думал что когда говорят христос воскресе думал христос в воскресе тут просто христос воскресе старый русский я ни сном ни духом ребятки просто русские это и нормального русского не знаю идем гуляем в россии говорит в детстве когда нашла из школы но гуляла у нее всегда был форт бояр такой попробуй переплыве называется смотрите у них оказывается две волги одна там кота которая с такой соединяется 2 во дворах мещерки жесть я помню в прошлом году я уже снимал здесь хоть обойти вот так можно погрязи о тут же поликлиника где-то рядом где что нужно ножницы идем дальше тут ребятки кто-то дачу строил по ходу кирпичиков не хватило по на кого упал себе полтора два метра камин как раз построить хватит этому такую небольшую грильницу шашлычок манга мангальчик а губки шампуры переворачивать а может почти пришли я прям мечтаю нижегородский голубей разогнать вы смотрите просто они сели и им пофиг морозь и чё я вот иду они замерзли им всем пофиг соблюдены меня брать начали если бы их погнал и даже ты видел точек на меня суровые межгородские голуби я первый раз такое вижу если честно они настолько офигели что даже лететь не хотят коровка морозка хлебушек хлебушек хлюпичная школа наш метичек здесь учился как давно это было до морозь куда ты ешь вот так пройдем там выйдем я как ленка здесь живет она будто не ходит здесь она видит чаще чем ты откуда куда напиши вот из школы стою юность вспоминаю тогда марусь там жила на двенадцатом этаже вот этот самый крайний большой такой кирпичный а идем на горит серёж пусти меня вперед чтобы я не дымил на нее это вот реально вот так вот асфальт положили да да это не грязь это асфальт я я вася в шоке сюда ребятки марусь поворачивается играет моё детство а вот дерево да вот она еще раз повторяюсь я как-то в своих выпусках говорил когда марусь родилась теща посадила это дерево и вот таким маленьким она была и вот марусь а вот стоит вот сколько я там не помню сколько лет и вот ему только же короче и мы идем вниз вниз наверх нижегородский помните что нормальные люди пользуются мусоропроводом и мусорными контейнерами по по выброшенным вещам не сложно вычислить квартиру нормально я боюсь этого лифта всю жизнь он так и был да это же посмотрите вот еще свет так мерцает это отвечает как эта комната пыток какая-то это сюда завели тебя и все и говорят где ключ от паровоза это катя и вика катя и вика лесбии так ну чё ребятки сколько нас не было часа два вот сидели у маруси там где она жила раньше у тещи дом чё мы делали а мы розетку починили с унитазом что-то там возились и тарелка а-ля картина повесить надо было а теперь идем вот сюда тут недолго идти прям напротив фон там где машина заезжает остановка садимся на автобус едем на главную площадь на площадь горького встречаемся с марусиным знакомым идем кабанчик пить пиво и кушать кушанье так что план берем автобус едем новый класть распогодилось так как ребятки так вот наш автобус едем че ребятки вот мы на площади горького вон там вот кабанчик он туда идем обходим эту всю движуху и идем кушать пиво пить распогодилось хорошо стало но завтра жесть уже начнется так что идем кстати еще надо найти где здесь сигареты продаются последнее осталось и больше нет так ну че ребятки посидели короче мы в кабанчике я съел две порции греночек два пивасика тарелку пельменей вообще все в жизни получилось как говорится как у того наркомана убившегося до зеленых соплей я не говорю туда ладно пофиг короче мы гуляем вот в этом по покровке ходим прогуливаемся и идем туда нам в библиотеку надо по делам и вообще мне еще надо сигареты найти курить хочу я не знаю уже час назад курил так что едем дождя как видите нет непко было голубое а теперь она все как бы в тучках вот там вот такое зарево вообще и идем дальше прикольно руси сейчас идет как первый раз и слышит эту песню вне нашей машины а я че туда шел бочковое живой вкус написано и да сейчас зайдем в библиотеку и сигарет там не было сейчас надо куда идти там только есть так ну че ребятки мы думаем я купил йогурт и пивасики так то я ставлю пошел курить пиво раз пиво два так и на этой ноте тогда ребятки я думаю давайте завтра завтра у нас велики дела завтра у нас крестины завтра родственников встречать завтра тусить и и вот короче завтра увидимся